Главы муниципалитетов республики подписали соглашение о взаимодействии в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили сегодня на шестом ежегодном семинаре-совещании глав поселений, районов и городских округов Якутии. Участие принимают по традиции более 500 делегатов. Наиболее важные вопросы повестки разбирала Александра Охлопкова. В повестку семинара-совещание вошли около 20 вопросов. На открытой площадке, кроме выступлений руководителей министерств и ведомств, организован прямой диалог с главами. Особий ажиотаж и бурное обсуждение вызвал блок ЖКХ. Мы уже ушли от перекрестного субсидирования, и поэтому здесь, конечно, возникли эти вопросы. Где-то тарифы выросли, где-то тарифы, может быть, снизились. Поэтому эти вопросы, конечно, нашли сегодня свое отражение в тех вопросах, которые задавали непосредственно главы муниципальных образований. В ходе семинара главы подписали соглашение о взаимодействии в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Теперь муниципалитеты смогут выявлять, ставить на учет и передавать во временную эксплуатацию бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры. По истечению года, со дня постановки на учет, муниципалитет обязан обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект. Здесь мы будем рассчитывать, возможно, на какую-то дотацию, потому что население самому тоже сложно будет оплатить все-таки большие расходы. Здесь, конечно, должно, наверное, помочь все-таки правительство дотационно. У нас поселок и так дотации, да, мы вообще сидим на дотации, мы ничего не выращиваем. Нынче вы как-то знаете, что и улов рыбы, вообще рефрижераторы прошли мимо, потому что у нас не было рыбы. Олени у нас тоже, в момент, падеж большой идет. В этом плане, я думаю, что, наверное, все-таки правительство решит. В ходе встречи обозначены основные проблемы по северному завозу. Некоторые муниципалитеты и выступили с предложением на основе собственного опыта. Зимники еще не начались, да, как бы-то идет задержка. Ну, мы привыкли терпеть, как бы-то будем стараться, дождаться. Но весь вопрос, есть проблема в чем, да, допустим, завоз картофеля у нас в декабре происходит самолетами, да. Я считаю, что достаточно малое количество. Понимаю, трудности для республики, да, это дорого и все. Но вот именно декабрь месяц у нас как бы-то еще не начался зимник, и все возится самолетом достаточно дорого. Хотя, в принципе, в прошлом году мы запустили свое овощехранилище, и процесс уже идет. В Верхоянском районе сели Дулхалах в 2013 году внедрена солнечная электростанция, которая почти полностью решила вопросы по доставке дизельного топлива. Раньше, конечно, значит, в связи с тем, в летнее время максимальное отключение было. Вот, и осенью позднее, осенью только подавали электроэнергию, и весной, ну, заранее отключали. А сейчас у нас круглогодично, круглосуточно, не считая и летние, и зимние дни. Вот, конечно, в этом плане, конечно, для сельчан, для населения огромная польза. Это и могу, я считать, это можно в большой радостью относиться к сфере благоустройства сельских местностей. Завтра с главами встретится Илдархан. По итогам шестого съезда примут резолюцию. Александра Хлопкова, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск. Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.